Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я очень рад возможности поприветствовать делегатов и гостей съезда Федерации независимых профсоюзов России. Михаил Викторович уже сказал об этом, сегодня знаменательный день. Год назад здесь, в Сочи, открылись зимние Олимпийские игры. И можно об этом вспомнить, в том числе и потому, что профсоюзы всегда в нашей стране уделяли большое внимание развитию спорта, в том числе массового спорта. Но не только, имели свои спортивные общества, поддерживали их, имели огромную сеть спортивных сооружений. Я очень надеюсь, что эта практика не будет забываться, а вот эта сеть, в том числе и с вашей помощью, будет поддерживаться и будет служить людям. Мы многое сделали и в ходе подготовки к Олимпийским играм, и для их успешного проведения, как для участников, так и для наших спортсменов. Они были яркими, запоминающимися и действительно вызвали всплеск положительных эмоций. Но хотел бы ещё на одно обратить внимание в этой связи на то, что они были и самыми равноправными, можно сказать. Что имею в виду? Женщины составили почти половину всех участников игр. Состоялся дебют 12 новых видов спорта, в том числе тех, которые и так популярны у молодёжи. Ну и, наконец, паралимпийское движение показало себя самой лучшей стороны, в том числе и наши паралимпийцы. Уже сказал и хочу ещё раз повторить, надеюсь, что и профсоюзы будут уделять значительное внимание здоровому образу жизни, потому что всё, что вы делаете, посвящено людям, всё, что вы делаете, направлено на человека. Всё это не может быть материальным благосостоянием, условия труда, не могут восприниматься в отрыве от здорового образа жизни, от занятий физкультуры, от того, чтобы человек чувствовал себя здоровым, полноценным. В целом, хочу отметить, что российские профсоюзы в целом, не только, конечно, в этой области, а социальные вообще, наделены законом очень широкими полномочиями по защите человека труда. Недаром девиз и вашего съезда – «Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны». Вам предстоит обсудить немало вопросов, среди которых и повышение эффективности социального партнёрства. Чрезвычайно важная вещь – это направление, безусловно, одно из важнейших. Ведущей площадкой совместной работы государства, объединения работодателей и профсоюзов является и российская трёхсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений. Её влияние и авторитет в последние годы очень возросли. Это стал действительно реальный действенный механизм согласования позиций между государством, работодателями и работниками. В этой связи хотел бы отметить вашу общую роль в повышении деятельности трёхсторонней комиссии, но и роль вашего лидера Михаилович Шмаков. Очень многое сделал для того, чтобы роль трёхсторонней комиссии возросла, ведёт себя очень активно, иногда даже, мне кажется, очень наступательно. Вот и сейчас я не хочу, ни в коем случае это не тот формат, чтобы мы часто с ним спорили, когда я правительство возглавлял. Сейчас не тот формат, я пришёл просто вас поприветствовать, поздравить. Но хотел бы обратить внимание на некоторые вещи, например, по поводу заговора рыночников и либералов. Думаю, что всё-таки заговора у нас нет. Есть разные подходы к развитию экономики, социальной сферы. Нам всегда удавалось находить такую золотую середину. Да, и невидимая рука рынка, как здесь было сказано, я цитирую всё предыдущего выступающего, как классика. Невидимая рука рынка, она, знаете, она у нас всё-таки заметна, понятна и, в общем и целом, прозрачна. Если внимательно посмотреть на то, что происходит, ну какая же там мощная рука рынка, когда у нас целая система отработана поддержки отдельных отраслей, леготирования, скажем, сельского хозяйства, леготирования высокотехнологичного бизнеса малого и среднего, леготирования развития отдельных территорий. А если посмотреть на так называемое проектное финансирование, там прямое фондирование из Центрального банка, который был сейчас подвергнут критике. Ну, наверное, есть за что критиковать, точно совершенно есть, но всё-таки это не чисто не оголтелый такой рынок, это точно с элементами регулирования. То же самое касается и перехода на кадастровую стоимость. Здесь я, безусловно, согласен с вами и согласен с руководителем ФНПР. Нужно очень внимательно смотреть за тем, и я призываю вас это делать на местах, особенно на местах, это же на местах всё происходит, за тем, чтобы вот этот переход был понятным, ясным, прозрачным, и чтобы он негативным образом не отражался на гражданах, на физических лицах. Но совсем ничего не делать тоже не очень правильно. Ведь что такое оценка по БТИ? Она почти нулевая. Вы знаете, что на практике это приводит к тому, что целый кластер участников экономической деятельности, скажем, торговые предприятия, почти уходят от налогообложения, особенно при использовании офшорных схем, а ведь от этого зависит наполнение региональных бюджетов и, соответственно, решение или не решение тех или иных социальных вопросов, решение которых вы добиваетесь. Поэтому нужно внимательно следить за тем, что происходит, корректировать власти, не перекладывать всё на плечи человека, труда, это я с вами абсолютно согласен, но и не стагнировать ситуацию, которая, безусловно, требует определённых изменений. Значит, или уровень заработной платы руководителя крупных компаний. Здесь, конечно, нужно очень внимательно следить. Эти золотые парашюты, как вы знаете, мы отменили, но и за уровнем заработной платы нужно следить. Здесь только о чём мы с вами, что мы с вами должны понимать. Если мы хотим в крупные компании привлекать менеджеров высочайшего мирового класса, а именно такие нам нужны, в том числе и из других государств, то на этом рынке труда существует определённый уровень заработной платы. Если руководитель компании российские граждане, он не может получать месяцевого заместителя. Здесь только важно что? Важно, чтобы мути никакой не было, чтобы это было всё прозрачно, объяснено гражданам, и тогда будет понятно. А если кто-то чего-то закрывает, прячет, вот тогда возникают вопросы. Значит, есть что прятать. И здесь я, безусловно, с вами согласен. Нужно вытаскивать это всё на свет Божий. Ну и, наконец, по поводу того, что против нашей страны ведётся война. Ну, такой войны, слава Богу, нет. Давайте мы не будем особенно обращать на это внимание. Но точно совершенно есть попытка сдержать наше развитие различными средствами. Есть попытка заморозить существующий, сложившийся за последние десятилетия после развала Советского Союза миропорядок во главе с одним безусловным лидером, который хочет в качестве такого и остаться. Полагая, что ему можно всё, а другим можно то только, что он разрешит, и только в его интересах. Такой миропорядок Россию никогда не устроит. Если кому-то это нравится, кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, мы этого делать не будем. Но мы и воевать ни с кем не собираемся, мы собираемся со всеми сотрудничать. И вот те попытки, которые предпринимаются, в том числе и с так называемыми санкциями, в конечном итоге, я думаю, что они никому радости не принесут. И в отношении такой страны, как наша, они точно не могут быть эффективными. Хотя наносят нам определённый ущерб и вред. И мы должны это понять. И понимая это, должны повышать свой уровень суверенитета, в том числе и в сфере экономики. Но без сотрудничества с представителями работников, без сотрудничества с профсоюзами, конечно, эффективным этот путь повышения своего суверенитета в области экономики пройти не сможем. Поэтому я хотел бы и вас призвать к пониманию того, что происходит, и к сотрудничеству с государством и с правительством. Большая работа проведена профсоюзами между тем по внедрению современных механизмов оценки условий труда. Постоянно обсуждаются вопросы совершенствования системы оплаты труда работников, в том числе и в бюджетной сфере. Подчеркну большую роль ФНПР как надёжного партнёра государства в обеспечении социальной гарантии трудящихся. С вашим участием обсуждаются проекты нормативных правовых актов, подготовленных Минтрудом России и другими ведомствами. Представители профсоюзов всегда отличали заинтересованное, неравнодушное отношение к делу. Они активно работают и в консультативных органах при президенте, и при правительстве Российской Федерации. Например, в Национальном совете по профессиональным квалификациям. Вместе с предпринимателями разрабатывают новые профессиональные стандарты. Вы знаете, что в майских указах поставлена чёткая задача. К 2020 году число высококвалифицированных рабочих мест должно составить не менее третье. Безусловно, это очень сложная задача, и роль профсоюзов здесь идти в ногу со временем. И вести диалог с работодателями на основе понимания, что передовым производствам нужны специалисты, отвечающие современным требованиям. Уважаемые коллеги, очень важно, чтобы позитивный опыт сотрудничества, достигнутый на федеральном уровне, распространялся и на регионы. Там также учреждены трёхсторонние комиссии, но далеко не везде, к сожалению, и наверняка присутствующие в этом зале знают это, далеко не всегда они эффективны и с полной отдачей выполняют свои функции. Понятно, здесь многое зависит от позиции руководителей субъектов федерации, но профсоюзы также должны быть более настойчивыми. Когда они проявляют себя энергично, и комиссии, как правило, работают результативнее. Известно также, что и не все предприниматели стремятся к реальному продуктивному сотрудничеству. Нередко их партнёрство с профсоюзами просто показная формальность, проформа, которую они вынуждены следовать в соответствии с законом. В этой связи подчеркну, что государство будет и дальше поддерживать профсоюзы в исполнении вашей главной миссии – защите трудовых прав граждан России. Государство, профсоюзы и работодатели должны действовать солидарно. Только тогда обязательно выполним всё намеченное. Сегодня в достаточно сложный период, который переживает наша страна, наша экономика, деятельность и трёхсторонних комиссий, и первичных профсоюзных организаций особенно значимы. Все мы понимаем, что ситуация на рынке труда может и усложняться, будет трансформироваться и структура занятости, и нужно добиваться, чтобы работодатели действовали в соответствии с законом, а права наёмных работников не были ущемлены. При этом и ваша позиция должна быть конструктивной, без всякого популизма. Так бессмысленно и вредно вставать на пути у продуманных планов модернизации и повышения эффективности производства. Здесь, кстати говоря, уже было об этом сказано. Нужно руководствоваться не какими-то амбициями, а здравым смыслом, реальными интересами людей. Ведь ничего не меняя, трудно обеспечить и новое качество труда, и более высокие заработные платы, да и не решить нам с вами задачу 25 миллионов новых рабочих мест. Но, повторю, принципиально важно, чтобы рост производительности труда приводил к повышению доходов граждан, к изменению к лучшему их условию труда. А тот, кто освобождается, был защищён социально, смог найти новую работу, повысить свою квалификацию. Эти вопросы вы и ваши коллеги должны, безусловно, внимательно отслеживать. Своевременно реагировать и на прямые нарушения трудового законодательства, и на формальное, бездушное отношение к людям, с которым очень часто ещё наши граждане сталкиваются. Добавлю, что профсоюзам надо проявлять активность и вносить свои предложения в антикризисные планы, которые сейчас формируются в регионах. Именно кропотливая совместная работа государства, бизнеса, профсоюзов нужна для того, чтобы одолеть сегодняшние непростые времена, реально изменить экономику, сохранить и создать новые рабочие места, о чём я уже трижды сегодня говорю, обеспечить устойчивость предприятий и благополучие наших людей, а значит, предотвратить возникновение социальных и трудовых конфликтов. В повестке Вашего съезда развитие рынка труда, управление профессиональными рисками, содействие занятости граждан, вопросов поэтапного роста минимального размера оплаты труда. Полагаю, что Вы уделите особое внимание и роли профсоюзных организаций в решении задач повышения темпов экономического роста, развития несырьевых и высокотехнологичных отраслей экономики. В достижении этих целей должны участвовать все общественные силы нашей страны. Ваша Федерация никогда не оставалась в стороне от решения проблем России. Рассчитываю, что и сегодня профсоюзы будут работать так же энергично. И в заключение я хотел бы особо отметить позитивную роль Федерации независимых профсоюзов в укреплении и консолидации гражданского общества. Вы в полной мере осознаёте, насколько это важно для России. Понимаете, что только в атмосфере стабильности и взаимопонимания можно динамично и успешно двигаться вперёд и добиваться реальных результатов в отстаивании и защите социально-трудовых прав граждан России. Большое вам спасибо за работу и за внимание. Спасибо большое. Я позволю себе пару замечаний. Я внимательно услышал выступавших. И понятно, что подходы к некоторым проблемам совсем противоположны между представителями работодателями и профсоюзами. Работодатели, кстати, по поводу корпоративной алчности слышали, что здесь говорят? Внимательные там. Из зарплаты не для топ-менеджеров и так далее. Предприниматели просят упростить налогообложение, а по сути снизить налогообложение. Говорят о необходимости совершенствования трудового законодательства, но в направлении увеличения значимости трудовых договоров. А мы понимаем, что есть за этим угроза лишения трудящихся и социальных гарантий прав. И может быть в известных условиях и при определенных гарантиях со стороны государства такие инструменты и возможны. Но это может быть сделано исключительно при совместной работе с профсоюзами и при гарантии вот этих самых социальных прав, о которых я говорил. Итак, предприниматели требуют снижения налогов, профсоюзы требуют повышения заработных плат даже до 97%. Вот мне коллега говорит, почему не до 100? Конечно, было бы неплохо, и до 100. Вместе с тем, как вот наша гостья отметила, исчезает это доверие во всем мире к правительствам. Но у них пускай исчезает. Надеюсь, что с вашей помощью к нашему правительству не будет исчезать это доверие. Но это возможно только при совместной, очень действительно кропотливой работе и при учете интересов всех людей, вовлеченных в трудовую деятельность, в решении социальных вопросов. Было сказано также, что по миру бродит призрак кризиса. Но мы знаем, что раньше бродил призрак коммунизма, теперь призрак кризиса. Представители наших традиционных конфессий говорят, что достаточно к Господу обратиться, и не страшны призраки, а призраки нам не страшны. Но, как у нас в народе говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому, если мы будем с вами напряженно трудиться, ответственно относиться к своему делу, то у нас с вами все получится. Спасибо вам большое. Спасибо.